Сезон поездок по льду постепенно завершается в Иркутской области. По информации пресс-службы ГУМВД России по региону, уже в будущий понедельник, 28 марта, будет закрыто для передвижения переправа на остров Альхон. Окончательное решение примет межведомственная комиссия. В этом году ледовая дорога, соединяющая Альхон с материком, открылась позже обычного, 18 февраля. И уже сейчас состояние покрова вызывает опасения. На некоторых участках образовались промоины, а толщина льда достигает всего 50-60 сантиметров. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте. Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Нарушений в повышении цен на сахар в Прибайкале нет. Об этом сообщает региональное управление ФАС. В начале выпуска сообщим актуальную информацию на продуктовом рынке региона и о перспективах на ценах. О перспективах говорить сложно. Владимир Путин поручил перевести платежи за газ для недружественных стран в рубли. Как это отразится на сырьевом рынке и на местных добывающих компаниях расскажем сегодня. В программе расскажем, как бесплатно и быстро узнать о состоянии своих легких. В Иркутске проходит месячник борьбы с туберкулезом. Насколько опасная болезнь распространена в регионе, узнаете через несколько минут. И несколько интересных новостей озвучим в традиционной рубрике повесточки. А именно поведаем о том, какой зверек наконец почувствовал весну и вышел из спячки в Иркутском за осаде. А также кого теперь устраивают на работу в США. И теперь о событиях дня подробнее. Нарушений в стремительном росте стоимости сахара в Иркутской области нет. Об этом сообщает региональный ФАС. Напомним, по данным службы потребительского рынка и лицензирования за последние две недели, этот продукт в Прибайкале подорожал в среднем на 20%. По словам руководителя местного управления антимонопольной службы, сахар в Иркутскую область завозится дистрибьюторами. То есть компаниями, которые закупают сахарный песок у производителей оптом, а затем поставляют в рознице. В свою очередь дистрибьютор ограничивает наценку. В связи с этим, если нарушения законодательства и имеют место быть, то в цепочке поставщиков уже за пределами Иркутской области. В целом на рынке Прибайкале сейчас отмечается снижение ажиотажного спроса. Сложившаяся ранее ситуация искусственно спровоцировала дефициты в дополнительную инфляцию. По сообщению службы потребительского рынка, сейчас в большинстве сетевых и несетевых магазинов товары и продукты представлены в достаточном количестве и ассортименте. Более того, с 28 марта в регионе начнет действовать социальный проект по минимизации наценок. Уже 46 предприятий торговли выразили желание добровольно ограничивать предельный уровень надбавок на социально значимые группы товаров. В Иркутске помимо роста цен на продукты питания наблюдается и резкий скачок стоимости бумаги для печати. Пачки с белоснежными листами уже попали в тренды на сайтах продаж, причем за весьма солидные суммы. С чем связано резкое подорожание и как это может отразиться на работе некоторых предприятий, сегодня выяснял Олег Федоров. Кошмар офисных делопроизводителей обернулся явью. Полторы тысячи рублей за пачку бумаги для печати. Таковы современные реалии. Резкий скачок цены сразу в три и более раз уже несколько недель обсуждает без преувеличения вся страна. Мало того, пергамент, без которого сегодня невозможно представить ни одно производство, стало практически нереально отыскать в магазинах. Товар временно выпал из ассортимента, а появление нового наверняка вызовет массу вопросов к качеству и цвету. Смотрите, может быть, там случайно все поставили, покупка. Временно будет желтая, да? Ну вообще, да, такая идет информация. Ну, чтобы она уже была, потому что та же проблема с кассовыми лентами. Стоимость печати в копировальных центрах также подросла. С 5-6 рублей до 9 за один черно-белый лист. Грубо говоря, печать диплома в 150 страниц обойдется по цене пачки в 500 листов. Цветная печать и того дороже – до 20 рублей. Но если для рядовых горожан это небольшие трудности, то для предприятий, которые постоянно вынуждены использовать бумагу, это уже серьезная проблема. Первыми ее почувствовали в редакции печатных изданий. По сути, слова на бумаге – их хлеб. Однако из-за современной обстановки скоро, по-видимому, придется применять другую тактику работы. Пачку вот мы видели по 1800. Это вообще немыслимое подорожание, конечно. Особенно нехорошо это, потому что бумага формата А3 нам нужна. То есть это наш формат, формат газеты, который выходит. И когда делаешь макет газеты, желательно видеть его. А как его увидишь, ну, в электронном виде это хорошо. Но в бумажном это было гораздо лучше. Ну, а поскольку бумага эта сейчас стоила, сейчас будет стоить в 3-4 раза дороже, ну, видимо, будем менять формат, будем работать только в электронном виде. Одни говорят, что дефицит белой печатной бумаги возник из-за закрытия единственного в стране завода по производству специального отбеливателя на основе диоксида хлора. Другие парируют, что это искусственно созданный ажиотаж. Как бы там ни было, сырье, из которого изготавливается бумага, в России есть. Кроме того, есть неплохие перспективы наладить производство необходимых красителей. Чаще всего это делается все-таки в приближенных, так сказать, районах, где производится непосредственно бумага. То есть для нас это сегодня, наверное, все-таки Устелимск, Браск, где это можно было бы сделать. Вопросы, условно говоря, развития усольской площадки тоже стоит. Вы знаете о том, что сегодня рассматривается так называемая зеленая химия. То есть вполне возможно для того, чтобы создавать соответствующие реагенты и там открывать соответствующее производство. Конечно, такие проекты не осуществить и за пару лет. А вот что может сделать каждый, так это принять участие в сборе макулатуры. Переработка использованной бумаги проще и дешевле в технологическом процессе. Так что подзабытый опыт советского прошлого в очередной раз может пригодиться. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. Высоко ценится на международном сырьевом рынке российский газ. И в ближайшее время многим странам, которым наше государство поставляет голубое топливо, придется расплачиваться за него рублями. Президент России заявил, что в ближайшее время необходимо перевести все платежи за газ в отечественную валюту для недружественных стран. В этот список входят все государства Евросоюза, Япония, США, Канада и Австралия. Но как такое решение президента отразится на сырьевом рынке во всем мире? Сможет ли рубль в перспективе стать международной валютой? И как грядущие перемены отразятся на добывающих компаниях Иркутской области? Эти вопросы мы задали нашим экспертам. Похоже, что в сырьевом рынке нас ждут очень большие глобальные перемены. Потому что вчера Россия заявила о том, что будет своим сырьем, своими природными недрами торговать за рубли. И одновременно с этим Саудовская Аравия сказала, что с Китаем будет напрямую рассчитываться в юанях. Возможно, в ближайшее время еще что-то можем услышать по индийской рупии. То, что они тоже могут присоединиться. То есть образуется такой определенный, своего рода, новый центр силы, центр экономики, который будет потеснять другие валюты, такие как доллары и евро. Сейчас многие говорят о том, что будет дальше с долларом, что будет дальше с евро. Здесь хочу привести аналогию с британским фунтом. Потому что британский фунт очень долго был тоже международной расчетной величиной единицей, когда были большие морские пути, было очень большое активное мореходство. И фунт являлся, так сказать, эталонным расчетной единицей во всем мире. Но после 1945 года, после подписания Бреттенбутского соглашения, свое первенство принял на себя, соответственно, уже доллар США. При этом фунт никуда не делся. То же самое может произойти сейчас и с долларом, допустим, и с евро. Если мы говорим именно о нашем регионе, то есть не затрагивая какие-то супер крупные предприятия, а именно наши, то здесь можно говорить о том, что если даже что-то может повлиять на них каким-то образом, какие-то санкционные моменты, то, естественно, наше государство их все равно поддержит. Например, если брать нефтяной сектор наш, то здесь можно говорить о наших компаниях, что они чувствуют себя хорошо в плане долговой нагрузки. То есть ее в принципе нет, она минусовая. Если мы говорим про газ, вот, например, расчеты газа в рублях. Это интересный момент, потому что это будет укреплять нашу валюту. В каком плане наши западные коллеги, они попытаются как можно в большем объеме купить дешевый рубль. Для них это, собственно говоря, будет доступно. И в большем объеме купить тот газ, который они покупают по цене, по фьючерсным контрактам. Тем временем еще один закон в сфере торговли приняли в Иркутской области. Только важен он не для экономики, а для здоровья детей. В Прибайкале официально запретили продавать несовершеннолетним сжиженный газ в баллончиках. Соответствующий проект депутаты ЗАГС собрания приняли в третьем и окончательном чтении. В чем же проблема баллончиков? Дело в том, что среди детей в Прибайкале и в России в последние годы набирает популярность очень опасное увлечение – снифинг. Это одна из форм токсикомании, когда для опьянения вдыхают сжиженный газ, которым заправляют зажигалки и портативные газовые плиты. При этом узнать об увлечении ребенка сложно. Газ не оставляет запаха. Зато оставляет разрушительные последствия для мозга и здоровья в целом. Если алкоголь с сигаретами до 18 не купишь, то баллончик дети до сегодняшнего дня могли купить в любом магазине. Теперь же продавцам запретили продавать данную продукцию несовершеннолетним. Подобные законы уже действуют в других регионах России. Заботиться жителям Прибайкалья стоит не только о здоровье детей, но и о своем здоровье. Ведь болезней в нашем регионе предостаточно. Одна из распространенных – туберкулез, но даже этот опасный недуг. В современных реалиях легко лечится, если вовремя его обнаружить. Например, с помощью флюорографии. Тему продолжит Дарья Эйвазова. На плакатах имена и биографии известных людей, которых погубил туберкулез. Так врачи привлекают внимание иркутян к акции в рамках Всемирного дня борьбы с этой болезнью. Любой горожанин мог сделать снимок легких в перевозном флюорографии и сразу же узнать результат осмотра. А затем проконсультироваться с рентгенологом, фтезиатором и хирургом. Расположился мобильный пункт возле центрального рынка. На данном аппарате, конечно же, можно обнаружить ранее стадии туберкулеза ячегового, инфильтративного, но только в том случае, если, конечно же, пациент вовремя обратился. Если своевременно обнаружить болезнь, то ее можно полностью вылечить за полгода. Если затянуть, то на лечение уйдет пара лет. В запущенных случаях может потребоваться операция. Либо туберкулез станет хроническим. При Байкалье этот недуг вообще довольно распространен. По статистике, им болеют 55 человек на 100 тысяч населения. Поэтому многие жители бдительно относятся к своему здоровью. Просто хожу регулярно, делаю флорографию. Считаю, что это необходимость просто для каждого человека, тем более в современном обществе. Просто удобно же, я думаю, кто мимо шел и хотел что-то узнать о своем здоровье. Причем это же не так сложно. Остановиться на 5 минут ради себя и ради того, чтобы себя лучше чувствовать-то. Убирающие 20, 30, 40, 50 лет. Врачи уже давно развеяли миф, что туберкулезом болеют лишь определенные социальные слои. На деле бактерии и возбудители могут попасть в любой организм. Стоит иммунитету ослабнуть, и они делают свое коварное дело. Поэтому в группе риска те иркутяне, у которых уже есть хронические заболевания. А еще любители диет. Из-за недостатка полезных веществ и ферментов организм ослабевает. Но паниковать не стоит. Стоит просто следить за здоровьем. Полезнь, конечно, надо не искать, ее надо профилактировать. Это надо изначально вести здоровый образ жизни, правильно питаться однозначно. Потому что никакие диеты на это не доводят. Но своевременно регулярное прохождение флюорографии, как минимум раз в год, позволяет выявлять туберкулез на ранних стадиях. Которые можно действительно излечить в короткие сроки. По статистике, именно во время подобных профилактических осмотров в поликлинике или на выезде выявляется больше 60% заболевших. Но в целом число болеющих туберкулезом в Прибайкалье сейчас снижается. А за счет своевременного лечения становится меньше летальных исходов. За 2021 год у нас смертность составила 8,7%. А за 2020 год 11,1%. То есть, ну, снижение достаточно устойчивое. Думаю, по итогам этого года мы будем наблюдать, ну, такую же картину. Мобильный пункт посетили 100 иркутян. И аналогичный осмотр в течение месяца можно будет пройти в любом отделении иркутского областного тубдиспансера, независимо от прописки. Дарья Эйвазова, Павел Рютин. Новости по будням. Чуть не лишились прописки жители дома на улице декабрьских событий в Иркутске. Там сегодня утром произошел пожар. Известно, что деревянный дом, в котором произошло возгорание, является памятником архитектуры регионального значения. Он был поставлен под государственную охрану еще в 1990 году. Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже поступило в 5.30 утра. На место были отправлены две пожарные машины к моменту прибытия спасателей. Верхний этаж дома был задымлен по счастливому стечению обстоятельств. Рядом с домом оказались сотрудники Росгвардии, которые смогли эвакуировать из помещения четырех человек. В их числе была беременная женщина. Никто из жителей дома не пострадал. Сам огонь был потушен в течение 26 минут, поэтому дом сильно не пострадал. Поврежден оказался лишь пол на площади 2,5 квадратных метров. Что же именно стало причиной происшествия, сейчас выясняют специалисты. А вот специалисты из энергетической отрасли региона делают все для того, чтобы во всех домах Прибайкарья был свет. Тем не менее, перебой в подаче электроэнергии – это одна из главных проблем садоводства в Иркутском районе. Как собираются исправлять эту ситуацию, разбирался Даниил Сидов. Каждый второй вопрос от жителей садоводств связан с энергоснабжением. Его стабильность – одна из ключевых тем для Иркутского района. На его территории расположено более 500 СНТ. В них постоянно проживают 11 тысяч человек. И важно обеспечить бесперебойное поступление электричества в их дома. Пока же бывают отключения. План решения этой проблемы сегодня и хотят услышать жители. Не случайно на собрание пригласили энергетиков. Это полезно и для председателей, я думаю, что это полезно и для сетевых компаний. Очень много проблем и много вопросов именно в вопросах энергоснабжения садоводства. Это и нехватка мощностей, и передача сетей. Вопросы решают в нескольких направлениях. В первую очередь модернизируют сети в районе. Так, в прошлом году Иркутская электросетевая компания запустила две новые подстанции, еще одну обновили. В ближайшие два года на территории планируют построить и три новых подобных объекта. Они будут обслуживать потребителей тех населенных пунктов, которые наиболее активно сейчас застраиваются. Параллельно ведется активная работа по борьбе с серым майнингом. Нелегальный бизнес по добыче криптовалюты резко увеличивает нагрузку на линии и создает угрозу аварий. Задекларированный майнинг гораздо, скажем так, для нас понятнее и открыт. То есть мы уже предполагаем, значит, несение нагрузки. Мы рассчитываем на эти вещи. Там, где этот майнинг, значит, процветает точечно и не задекларировано, соответственно, оказывает очень серьезное влияние на качество напряжения в сети. У нас, в принципе, приоритетная задача обеспечивать каждого своего потребителя качественной электроэнергии. Но на самом деле проблема качества электроэнергии не во всех садоводствах в зоне ответственности сетевой компании на сегодня находится. Потому что большая часть садоводств, 99%, имеют свои внутрисадоводческие электрические сети, над которыми нужно работать, которые нужно сопровождать. При этом и к решению данного вопроса энергетики уже приступили. В рамках спецпрограммы выкупают электрические сети садоводств Иркутского района и приводят их в порядок. Благодаря этому проекту жители ПТСНТ уже получают электричество в необходимом объеме и без перебоев. На очереди еще три садоводства. Даниил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням. Проблем в Иркутской области предостаточно. Одна из них – чистота Байкала. Ведь мусора в озере не считанное количество. На днях спасатели подняли со дна УАЗ, утонувший 30 лет назад. Он лежал на глубине 84 метров в районе ключа Серебряного на КБЖД. Чтобы достать машину из озера, потребовался глубоководный робот и ворот. Вскоре подводную находку отвезут на утилизацию. Тем временем чистую воду в свои дома ждут тысячи жителей при Байкале, а поэтому в регионе появится сразу 8 новых объектов водоснабжения. Рабочие уже начали строить 7 водопроводов в населенных пунктах Шелиховского, Аларского, Боиндаевского и Осинского районов, а также в Бохане и Заларях. Еще один объект появится в поселке Сосновый Бор Иркутского района. Там работы начнутся уже в мае. Строить сети по федеральному проекту «Чистая вода» в 2022 году на него выделят полтора миллиарда рублей из бюджета страны. К концу этого года планируют закончить 6 объектов. А вот водопроводные сети в Осинском районе и Бохане достроят только в 2023 году. Не менее важная работа сейчас ведется на общественных пространствах Иркутска. В областном центре стартовала традиционная акция по формовочной обрезке деревьев. Первой специалистами будет обработана Каштаковская роща. Многие деревья в зеленой зоне заражены тополевой молью, поэтому нужно как можно скорее избавиться от пораженных ветвей. Тему продолжит Кристина Черкова. Аккуратно и максимально точно орудуют пило рабочие в Каштаковской роще Иркутска. Сюда бригада специалистов приехала, чтобы произвести формовочную обрезку деревьев, а именно спилить зараженные вредителями ветви. Больных насаждений в роще насчитывается около 20. Для спасения деревьев на этом участке привлекли 10 специалистов. Это дерево, по мнению специалистов, заражено тополевой молью. Чтобы остановить дальнейшее распространение болезни, было принято решение спилить пораженные ветви. После чего их обрабатывают специальной краской, которая предотвращает полную гибель насаждения. Кроме того, такой способ обрезки в дальнейшем позволяет расти молодым ветвям, а значит формировать крону дерева. Тем не менее, проведение работ сопряжено с определенными сложностями. Так далеко не ко всем деревьям удается легко подобраться из-за больших размеров спецтехники. Некоторые насаждения растут слишком плотно, к тому же рядом с деревьями зачастую проходят линии электропередач. Поэтому работы у специалистов много. Привести деревья в порядок необходимо до конца следующего месяца, пока они не начали цвести. Только в рамках акции по формовочной обрезке на этот сезон запланировано обслужить около 670 деревьев по всему городу. Кроме этого, будет проводиться еще, конечно же, и санитарная обрезка, ну и валка сухих и аварийных деревьев, чтобы на общественных пространствах города Иркутска, за которыми мы следим, а их у нас 119, мы будем проводить работы практически до конца года. Уже в ближайшие два дня специалисты приведут Каштаковскую рощу в порядок. И с наступлением теплых дней прогулка по зеленой зоне станет не только комфортной, но и безопасной. Кристина Черкова, Андрей Назаров. Новости по будням. Куда более масштабное обновление идет на Иркутской ГЭС. Сейчас специалисты меняют на ней один из гидроагрегатов. Всего на станции их 8. И от них полностью зависит работа станции, ведь именно они вырабатывают электричество. Как проходит модернизация и для чего она нужна, выясняла наша съемочная группа. 8,5 метров в длину и 96 тонн веса. Вал генератора – одна из самых крупных деталей для гидроагрегата. Замена очередного как раз сейчас идет на Иркутской ГЭС. Всего их 8. Именно они преобразуют энергию воды в электричество. Все основные работы будут проходить вот в этом кратере. Старое оборудование уже разобрали и вывезли. Следующий этап – сбор нового гидроагрегата. Высота в собранном виде будет от рабочего колеса до верхней части. Это будет в пределах 25 метров. А сам сбор гидроагрегата проходит с поистине хирургической точностью. Вплоть до десятых и даже сотых миллиметра. При этом установка одной детали может длиться от суток до нескольких месяцев. Сейчас в Иркутске меняют гидроагрегат номер 7. И подобное обновление оборудования идет на всех ГЭС Ангара-Инисейского каскада. Масштабную модернизацию станции компания «Н-Плюс Групп» проводит по программе «Новая энергия», которую запустили по инициативе основателя энергохолдинга Олега Дерипаски. Это позволит повысить мощность станции, их надежность, а сам процесс выработки электроэнергии станет еще более экологичным. Единичная мощность гидроагрегата увеличивается порядка 20%, что позволит увеличить суммарную выработку погоды более чем на 200 миллионов киловатт-часов. Несмотря на сложное время, все наши поставщики оборудования и производители находятся на территории Российской Федерации. Все подтвердили свои обязательства по контрактам. И мы рассчитываем, что до конца 2022 года закончим на Иркутской ГЭС техперевооружение 7-го гидроагрегата, начнем техперевооружение следующего. Общая сумма инвестиций по программе «Новая энергия» до 2026 года составит более 21 миллиарда рублей. Этот проект должен стать началом нового этапа в развитии сибирской гидроэнергетики. Дарья Айвазова, Виктор Чешкашин. Новости по будням. На час отказаться от электричества предлагают прибайкальцам завтра в честь часа Земли. Это массовая экологическая акция, когда жители всего мира могут на час отключить свет и бытовые приборы в знак неравнодушия к будущему планеты. Поддержать акцию иркутяне могут и другим способом, поучаствовать во всероссийском флешмобе «Велосветлички». Таким образом, активисты пропагандируют использование велосипеда как экологического вида транспорта. В этом году акция пройдет уже в десятый раз. Ее маршрут от Нижней набережной по бульвару Гагарина и до амфитеатра на Якобе. Участников просят прикрепить на одежду и велосипед лампочки и фонарики, чтобы заезд был зрелищным и в то же время безопасным. Также перед стартом можно будет сдать использованные батарейки и аккумуляторы. А на финише среди участников разыграют приз за самый яркий и красивый велосипед. Коллекция с большой историей. Сегодня в Иркутском музее городского быта откроется выставка «Волшебство старинной куклы». Посетители смогут увидеть игрушки, сделанные в Европе и России в конце 19-го и середине 20-го веков. Все работы выполнены из фарфора, дерева и папье-маше. Некоторые экспонаты сохранились практически идеально, благодаря тому, что переходили по наследству. О других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Весна, кажется, наконец стучится в наши двери. И все больше людей и даже зверей начинают активный образ жизни. Об этом и не только предлагаю сегодня и поговорить. В Иркутском зоосаде спячки вышли сурки. Правда, к активной жизни они пока не вернулись. Но в этом им помогают специалисты. Кормят грызунов зерновыми смесями и овощами. Парочка сурков живет в местном зоосаде уже более пяти лет. И всегда их спячка продолжалась до середины апреля. Для этого у них есть все условия, а точнее вольер со специальным обогреваемым отсеком. Весной каждому из нас как можно скорее хочется сменить зимнюю одежду на что-то более утонченное. А защитой от солнечных лучей вполне может стать шляпа. Как раз сейчас мастера со всей Иркутской области готовы продемонстрировать свое умение изготавливать подобные головные уборы. В столице региона сегодня открывается выставка-конкурс «Дело в шляпе». В экспозиции будут представлены головные уборы, выполненные в самых разных техниках. Работы участников будут оценены жюри и зрительским голосованием, которое пройдет в соцсетях Иркутского областного дома народного творчества. Теплая погода заставляет пересмотреть не только свой гардероб, но и планы, как это сделали наши следующие герои. Обитатели южноамериканских ант альпак заметили на одной из улиц подмосковного Серпухова. Очаровательные животные, по всей видимости, вышли погулять на свежем воздухе. Фотографии альпак в соцсетях разместил очевидец. Он же и предположил, что животные могли сбежать из фермы в соседней деревне. Самостоятельность и образованность некоторых животных порой способны удивить. Так кот из Айова в США смог устроиться на работу. Бездомный кот Фрэнк получил должность в книжном магазине. До этого события судьба животного складывалась непросто. Полуслепого котенка подбросили к дверям торговой точки, когда ему не было еще и месяца. Хозяин лавки выходил животное и сделал своим напарником. Теперь кот приветствует каждого покупателя. Помимо основных обязанностей, поедания корма и сна на подоконнике, Фрэнк выполняет роль еще и талисмана магазина. Покупатели приобретают сувениры с изображением кота и уже предложили свои услуги в написании серии книг от имени Фрэнка. Встречайте каждый день в отличном настроении. Ну а мы подарим вам еще больше хороших новостей. Пока! И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdfstv.ru Я же на этом прощаюсь с вами. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин